Мелковито Рынок сегодня нас, можно сказать, даже заставил изготовить данное молоко, потому что мы вышли на рынок Китая, а китайские потребители, вы понимаете, логистика пока доедет, пока постоит в магазине, естественно, они просят, чтобы не менее года. Вот мы на него вышли, выходили на него два года, потому что для того, чтобы получить продукт со сроком один год, надо, чтобы оно выстояло два года. Экспортная география насчитывает 16 стран. Российская Федерация – главный партнер. Гости признаются, в личном окружении белорусские продукты, как молочные, так и кондитерские изделия, пользуются большим спросом. Задача пресс-тура – ближе познакомиться с производством любимой для многих продукции и дать доступ к объективной информации о республике. Я вообще очень люблю производство, то есть я стараюсь, я в Ленинградской области, в Петербурге достаточно посетила много производства, мне, конечно, очень интересно, я тут что-то успела попробовать, очень вкусно. Хочу сказать, что в Петербурге, может быть, я просто не замечала, но не знаю, насколько полно этот бренд представлен, то есть я вернусь, обязательно обращу на это внимание, обязательно прикуплю что-нибудь вкусненькое, но вот мне очень все понравилось. Провели дегустацию, очень все вкусное и посетили промышленное производство, вот, то есть смотрели, как молоко разгружают, как упаковывают различные виды продукции, ну, понравилось, там хорошее оснащение, современное оборудование, вот, так что положительные впечатления. Встретились журналисты из России и с руководством облсполкома. Обозначенный формат, закрытых тем нет. Диалог получился очень информативным. Около часа представители российских СМИ активно задавали вопросы. Их интересовали в первую очередь развитие экономических отношений между двумя странами, туристический потенциал региона, состояние пострадавших в результате аварии на АЭС территорий. Чернобыльская тема была одной из самых популярных во время встречи. К слову, журналисты получили возможность посетить Полесский радиационно-экологический заповедник и детально ознакомиться с проводимой работой в этом направлении. Очень важно, чтобы молодое поколение знало про эту аварию и относилось, скажем так, серьезно к тому, что произошло. Это действительно большая трагедия и для России, и для Белоруссии, и для Украины. То, что сегодня Белоруссия открыла, скажем так, часть этой зоны для туризма, наверное, это очень правильно для того, чтобы снять вот этот информационный вакуум. Потому что информационный вакуум приводит к тому, что у людей есть опасение, какой-то страх, а не всегда он обоснован. Я думаю, что это правильный шаг. Ну, съездим, посмотрим, как это на практике происходит. Особый интерес российских коллег вызывает посещение медицинского учреждения, прямым образом связанным с минимизацией последствий Чернобыльской аварии. Речь идет о Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Сегодня здесь работают более чем по 20 различным направлениям, внедряют новые технологии и проводят исследования. Услугами РНПЦ пользуются как белорусы, так и жители России, Украины, Казахстана и Евросоюза. Журналистам продемонстрировали технические возможности центра, ознакомили с условиями размещения пациентов, рассказали о достижениях и планах на будущее. Как отметил специальный корреспондент информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Виноградов, в теме Чернобыля журналисту важно не апеллировать слухами, а на месте ознакомиться с проводимой работой и ее результатами. Мы хотели реальную картину посмотреть. То есть все-таки чернобыльская тема, вокруг нее очень много мифов, много каких-то досужих рассуждений. Я вот не люблю как-то рассуждать о том, что вот сам не знаю, не видел, не касался. Тема такая достаточно серьезная, вот прям в режиме таком онлайн люди изучают, ну ученые до сих пор, несмотря на то, что уже 33 года прошло с аварией. И просто мы, вот как бы нам, национальный пресс-центр создал условия для того, чтобы познакомиться с этой темой. В Гомельской области реализуется уже пятая по счету союзная программа по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Увидеть, что сделано и рассказать об этом. Задачи представителей средств массовой информации. Пресс-туры являются традиционной формой информационного обеспечения строительства союзного государства. Данный пресс-тур, он посвящен освещению деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. И на практике познакомить журналистов, как это все происходит. Какие методы, как люди участвуют, какие организации и каковы перспективы дальнейшего работы в этой части. Кроме того, это же уникальный опыт в Гомельской области, больше нигде в мире такого нет. И как потом эти знания и навыки можно использовать в дальнейшем, прежде всего для здоровья людей. В программе четырехдневного визита российских СМИ было предусмотрено посещение предприятий Мозырьского и Житковичского районов, а также туристических объектов Гомельщины. Маршрут был составлен таким образом, чтобы за максимально короткое время познакомить журналистов из России с юго-восточным регионом страны. Это позволило всесторонне рассказать о Гомельщине и людях, которые здесь живут, дать максимум информации для российских читателей и зрителей о реальной жизни белорусов и Беларуси. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели. Новости недели.